Ксурия, но Хитори Гото, глава 43. Большой сад, но если постоянно водить ее в одно и то же место, то ей быстро надоест. Девушек из знатных семей стараются растить, оградив от внешнего мира, но, похоже, леди Гёкуя не из таких. Такие мягкие методы, наверное, пошли с засушливого запада, откуда народом, где даже не перевязывали ноги. Возможно, ее воспитывали более мягко по сравнению с остальными леди. Я думаю, перевязывали ноги, это чтобы маленькая ступня осталась, жуткая штука. Мау-мау, а ты как считаешь? А? Я? Для здоровья принцессы полезно почаще находиться на свежем воздухе. Тогда давай посоветуемся на этот счет. Пару дней спустя. Принцессе позволили выйти, но только вместе с главной служанкой и двумя евнухами в качестве охраны. Для прогулки это перебор, но все дети императора умирали еще в детском возрасте, поэтому это объяснимо. Леди Гёкуя пока что беременную было решено оставить дома. Мау-мау, ты разбираешься в цветах и живности, поучи ее во время прогулки, ладно? Госпожа Гёкуя может не стоить, ничему хорошему она не научит. А я думаю, пойдет на пользу. Никогда не знаешь, за кого ей придется выйти замуж, верно? Есть вероятность, что ее дадут замуж уже лет через десять. Хорошо, если это будет кто-то из нашей страны, но если из другой, то тут не факт, что будут ждать с распростертыми объятиями. Хочет напичкать ее знаниями о лекарствах и ядах. Хитрая. Хорошо. Главная служанка это тоже понимает. Хм. Ведомое любопытство. Маленькая принцесса в сопровождении служанок и евнухов само собой привлекает внимание. И у всех разная реакция. Кто-то улыбался, кто-то осознавал важность событий и отходил назад, кто-то выглядел так, что и не опишешь. У всех были разные мысли на этот счет, а принцесса скоро начнет понимать, что скрыта за их взглядами. Я думал, что увидев так много людей, она испугается, заплачет. Получается, зря волновалась. Наоборот, ей все интересно, и она бесстрашно это проявляет. А-а-а. Такая смелая вся в леди Гёкуя. Это полынь. А-а-а. Понимает ли она вообще? Мау. Это же был не ее голос? А-а-а. Принцесса. Принцесса, постойте. Кот. Мяу, мяу. Да, видимо. Принцессе нельзя. Я посмотрю. Мау-мау. Мяу, мяу. Котенок. Необычно в гареме нет никого, кто держал бы зверушек. Мяу. Поймать, значит. Выхода нет. Хе-хе-хе. 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 Он нужен? Переводчик читал Ранабе, ничего себе. Фанат прям. Я даже не знал, что есть Ранабе, хотя возможно на английском, он же переводчик. О, я увидела, что вы пытаетесь его поймать. Я не так поняла? О, нет, большое спасибо. Он наверняка очень голодный. Что ж, позаботьтесь о нем. Она носит такую же одежду, как Сяолань. Никогда не видела ее здесь в прачечной. Мау-мау, это котенок. Он очень слаб. Мяу. Он грязный. Думаю, пока что не следует давать его принцессе. Мяу-мяу-мяу. Да, ты права. Возьмем его пока что, а потом поговорим с вышестоящими. И вот так я понесла котенка к врачу. Если его принесли не леди, то как он сюда попал? Чтобы держать в дворце кошку, необходимо разрешение. Самок и самцов держат отдельно, чтобы не размножались. Некоторых самцов кострюлят. Ого, у нас тут дикий котеночек. Я ее поймала. Бедня. Бедная малышка вся дрожит. К счастью, как раз кипятил немного воды. Завернем бутылку с горячей водой в полотенце и поставим к ней. Вы ничего не упускаете? У меня раньше была кошка. Черепаховая кошечка. А вот как. Молочные зубки растут правильно, но она очень худая. У вас есть молоко? Конечно, я спрошу на кухне. Еще можете попросить у них кишок? Что? Кишки? Зачем они тебе? Ей, скорее всего, пока будет трудно пить из миски. Я хотел заменить кишками материнский сосок. Думаете, вы найдете их там, где делают сосиски? А, хорошо, я спрошу. Этого шарлатана должны слушаться на кухне. Он все-таки чиновник. Ладно, я бы хотел ее искупать, но в ее состоянии она может этого не перенести. У меня не было выбора, кроме как обтереть ее влажным полотенцем, и я вывел блок с помощью масла. Дорогуша, я принес молоко от горных кос и потроха. Спасибо. Ай, какая милашка. Ночью император посетил нефритовый дворец. Он не смог отказать принцессе, которая все упрашивала встретиться с кошечкой. Так что он поручил мне позаботиться об этом. Император оказывается заботливой папочка. А твое имя просто идеально для присмотра за кошкой. Мау-мау. Ну, он постоянно ассоциирует с кошкой, так что, да, понятно. Несколько дней спустя. Теперь, когда она окрепла, я решила отмыть ее в тазике, добавив растолченных мыльных бобов. Ох, вода посерела. Похоже, у нее была очень грязная шерсть. Я боялась, что ее желудок еще не способен переваривать козье молоко, но она поправляется без проблем. Так что я потихоньку начала давать ей протертое куриное мясо. Еще я сделал деревянный ящик с песком, и она сама научилась ходить в туалет. Писать она может и сама. А, писать она может и сама. Но чтобы она могла покакать, ей нужно массировать кишечник. Шарлатан Ильяна этим занялся. Ни хера себе. Или это из-за того, что она была больной? Наверное, из-за этого, да. Потому что я никогда не сталкивался с такими проблемами. Все будет хорошо. Зубки пока маленькие, но когти у нее обрастают очень быстро, так что их приходится регулярно стричь и подпиливать. Как там наш котеночек? Я принес рыбки. Проще сказать, чем сделать. Скоро сможем представить ее принцессе. Но я не могу обещать, что не будет побегов или случайных царапин. Давайте немного их отварим. Не волнуйся о мелочах. Хм, так это девочка. Да, я рада, что ее не придется кастрировать. Ой, простите. Не стоило этого говорить. Ну, типа, он ел внух. Типа, кастрирован. Шутка за 200. А, не стоит беспокойства. Принесу ему вкусненького в качестве извинения. Ох, не думаю, что это ему подойдет. Сосиски из остатков потрохов. Попробуйте рисового печенья. О, спасибо. Попробуешь? Что-то мне не хочется. И это с твоим-то именем? Да. Оказывается, господин Джинси любит кошек. Да. Но не настолько. И сюда, котичка, кис-кис. Вот и я тоже. Кошка Люба, говорят, что кошачье очарование в том, что никогда не знаешь, о чем они думают. Ясно. Кошки всегда привлекают внимание, и в итоге нам хочется к ним прикоснуться. Хм. Некоторые их повадки могут показаться раздражающими. Например, то, как от совершенно безразличия они переходят к обожанию и съедать им вкусняшку. Ясно. Да, очевидно, я ожидал этой шутки. Но, в конце концов, у нас нет выбора, кроме как сдастся и простить им все. Больше того, хоть они и не люди, мы все равно жаждем целовать их, прикасаться к их мягким башдушечкам и зарываться лицами в их пушистые животики, хоть и знаем, что за это нас цапнут. Мне не лично делать такое с животными. Мы не знаем, где они гуляли и чем занимались. Но мы не можем устоять. Господин Джинсер, что вы делаете? Кажется, я начинаю их понимать. Вот как. Мы так и не узнали, откуда взялась кошка, во дворец езжает и выезжает дуемый повозок. Мы решили, что она попала сюда с одной из них. В итоге, приказом императора кошки был пожалован официальный чин почетного стража и поручили защищать медицинские травмы от крыс. Разумно, кстати. Единственное, что мне не очень по душе, они назвали ее Мяу-Мяу. Мяу-Мяу-Мяу-Мяу. О, пополнение, блин, в персонажах, походу. Очень важный, видный сразу. Ладно. Как-то так, конец записи.